Музыка Брюссель официально пригласил власти Молдовы к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Прибывший с официальным визитом в Кишинев глава Европейского совета Херман Ван Ромпий заявил, что 27 июля документ будет готов к подписанию. Я приглашаю господина Лянка в Брюссель 27 июня, когда состоится подписание соглашения об ассоциации с Республикой Молдовой. Мы сделаем это вместе с главами других государств и правительств ЕС. Я приглашаю всех молдаван трезво и обдуманно взглянуть на положение соглашения об ассоциации, заявил европейский чиновник. Поспешность, с которой власти Молдовы собираются подписать документ, вызывает много вопросов и подозрений в обществе. Социологические опросы последних месяцев демонстрируют, что люди выступают против подписания соглашения об ассоциации без консультации с обществом. Это будет захват, потому что если бы был референдум, это было бы нормально, чтобы Молдова проголосовала за Евросоюз. Значит, это было бы нормально. А это против воли народа, это будет захват, это узурпаря по-молдавски. И не то, что власти, а страны. Это реально Молдова будет колонией, потому что прав никаких не будет Молдова иметь. Нами будет править кто-то, и практически все, что в Молдове есть, все в сжатые сроки ликвидируется, ничего не будет работать, никакое производство. И вы смотрите, что творится в Евросоюзе. Экономика каждой из стран Евросоюза, она на сегодняшний день имеет отрицательный баланс. У них нету производства, у них нету экспорта. Только страны, вот эти гиганты Евросоюза, они работают, производят и рынок сбыта. И вообще принцип ихнего правления, богатые богатеют, бедные беднеют. Вот и вся логика Евросоюза. Оппозиционная партия коммунистов неоднократно пыталась донести до правительства мнение и пожелание народа. Они поставили в известность власти страны, что граждане выступают против документа, который заставит Молдову преклонить колени перед европейскими корпорациями. Однако правители каждый раз игнорировали волю народа. ПКРМ даже предложила компромиссный вариант пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС в равных условиях. Нам нужен иной договор с Европейским Союзом. Такой договор, который обеспечит Молдове возможность экономической интеграции со странами таможенного союза. Нам нужен такой договор с ЕС, который позволит нам совершить энергетический переворот молдавской экономики. Снизить в разы цены на энергоносители, открыть восточные рынки, восстановить и усилить кооперативные связи с Россией, Белоруссией и Казахстаном. А с другой стороны, сохранить стратегических партнерств с ЕС по направлению модернизации судебной системы. Решительные борьбы с коррупцией, развитием и свободой СМИ, в поддержке устранения олигархического правления, полноценного содействия в развитии образования, науки, здравоохранения и в целом всего гуманитарного развития на основе высоких и требовательных европейских стандартов. Экспертное сообщество считает, что отказ прислушаться к мнению значительной части общества, которое противится предъявленным Молдове жестким условиям, ведет к его опасному и длительному расколу. В этих условиях, говорят аналитики, в Молдове может неизбежно повториться украинский сценарий.